И на сколько у вас рассчитан паспорт привязки, на сколько лет вам разрешили здесь устанавливать? Значит, по 2015 ригу, то есть в Кентиловку. То есть вы еще по закону имеете право здесь находиться. В прошлом году здесь происходил демонтаж незаконных якобы конструкций, которые были установлены здесь тоже при наличии паспорта в привязке. Мы помним эту историю. Ваш контейнер тоже хотели разбить. Но вы сделали все, чтобы защитить его от сноса. С тех пор, что происходило вообще в жизни вашей, работе у вас тут в вашем контейнере? По сегодняшний день идущи суды, аптека Арника подавали нас на суд, что так, как мы ему перешкоджаем, что люди не могут идти в аптеку, хотя тут есть четыре входа в аптеку, ступенек, четыре ступенек, мы ему перешкоджаем, просто я не знаю, на каком основании архитектор выдавал паспорт привязки, если мы с ними судимся, а они говорят, что это архитектура винна. Они подали на вас суд, когда это было? Весной, осенью, зимой прошлого года, да? Да, да, да. Тогда сразу они подали на суд, как они разбили эти бандюги, приехали из Одессы, они разбили этот магазин, но по сегодняшний день ни милиция, ни прокуратура никто не нашел, хотя тут был архитектор, хотя тут был адвокат, был Арника, а сам аптекарь был тут тоже, но по сегодняшний день они их не нашли. Суд длится и по сей день, или уже закончен? Нет, у меня суд длится в Киевский Верховный Господарский суд. Это вы подали, или они подали? Я подала. А Арника подала на вас в суд, и он уже закончился? Они подали на суд, на Господарский Одесский, и потом на апелляционный. И чем оно закончилось? Ну, так как оно закончилось, как там только одну сторону слушали, а нас там никто не слушал, там даже сделали акт, что никто не знал и никто нас не передал. Что там будут, ну, какие-то там акты делали. Но у вас есть информация, какие решения? Решения были в их пользу. То есть, вас нести нужно было? Какого числа? Ну, вам сказали? Десь в конце декабря, это было 2014 года. То есть, этого года? Может, ноября, может, не, 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 2014 года. То есть, этого года еще, уже месяца 3, как вас уже мало было бы тут не быть? Да, но я подала на Верховный Господарский Киевский суд. На них? Да, я уже подала. И у меня сейчас справа находится в Верховном суде в Киеве. Потом другую позовную я подала у Южинский суд, в каком тоже сейчас находится на расследовании справа. 7 числа у меня тут же... Паспорт привязки. Я подала на основании чего, они мне его аннулировали. Паспорт привязки. И сейчас справа находится в 7 мая. В нашем Южинском суде. Да, в 7 мая. В Верховный суд, он уже какой-то вирог вынес? Чи пока что тревает суд? Ну, расследует справа. Расследует справа. У вас же есть какой-то документ, сейчас вы его держите в руках? Это у меня, так как мне в пятницу в 2 часа дня прийшла законовщая служба и сказала, что мне 14 числа в 6 часов в ранку будут взносить. Я спитала, на основании чего? Вона мне говорит, что есть постанова, чтобы взносить ТВ. Я стала просить, что я могу 2 часа дня сделать, когда они специально сделали, что суббота, неделя, пасха, понеделок выходить. По року на решение сессии ваши мафи, которые здесь находятся, были перенесены за трансформаторную, там за магазин центральный, как я сгадую. Ваш маф что-то стоит на месте. Чому так? Потому что триваются суды. И как решить Верховный суд, как решать эти суды, решать, снести. Значит, я заверу. Не решать, я останусь судом. Взагалі будете вы чинят, если все-таки вас звідти попросят, так сказать? Ну, на сегодняшний день я, так как вчера оно получилось, без предупреждения, без ничего, я не ходила ни в ВИЗ полков, никуда не обращалась, чтобы я могла сейчас сказать, что там мне сказали, что дадут, что не дадут, я этого не могу сказать. Потому что я вчера цели день, я ездила вчера в господарский суд в Одессу, я вчера написала заяву, вот такую заяву написала на виконавчу службу. Вот такую заяву написала. На нашу? Да, на вашу виконавчу службу. Вот такая ухвала, вот такая ухвала у меня есть. Яка шо? Вот, яка ось вот пишет. Ось из обратной стороны. Оригинал я уже отдала в виконавчу службу, потому что они оригиналы. У меня лишилась копия, в которой написано, что, согласно, Я написала заяву, чтобы они мне дали возможность самому убрать магазин. У меня нет таких денег, чтобы я заплатила за кран, за платформу. И я попросила, чтобы они мне дали выстрочку. Вже на суд решили, на сколько мне дать выстрочку. И на основании этой ухвали я приехала, привезла тут целый день. А они вчера пригнали в шесть часов вранку, привезли на машине экскаватора. Выгрузили тут и уже по трактору ехал бити магазин. Потом я сказала, что так не можно делать, потому что вы мне два часа сказали, что там было все сделано специально. И дайте мне возможность написать заяву, я сама заберу. Так они трактор, машина и экскаватор стояли от шести часов вранку. Вони звезды поехали десь часа восемь, не раньше. И когда я поехала сама шукать крана, уже договорилась я крана, чтобы они меня не били, не топли. Все же, я за свои копейки поставила. Если бы мне не дали паспорта привязки, я бы никогда не была, потому что я не положила. То они так кричали, что люди тут снимали на камере, на телефон, особенно адвокат. Если он только адвокат, то я не знаю, такими словами не можно было кричать. Я им сказала, я вам принесла ухвалу, что призупините до решения, хотя бы до 23 числа, что господарский ход. И они на основании цели ухвали, они обязаны были призупинять, но они этого не сделали. Потом я наняла... Эвакуатор? Крамер, який приехал, подняти его. Оказывается, что он тяжелый. Сейчас он покупал крамер, за которую заплатила грошей. Эвакуатор, он не мог бы поднять его. И вот сегодня я жду большего крана, чтобы можно было подняться. А все-таки вы на это идете как-то, так? Вы согласитесь с тем, что вас нужно куда-то перенести? На основе чего? На основе того документа, который они показывают? Потому что вы еще в суде, вы же говорите, что вы еще в суде. Ну я же уверен, что я просто переживаю за то, что у меня просто есть... Я же вам показала, что у меня есть такая упала, что они сейчас, хотя бы до 23 числа, а уже суд, уже Господарский суд принесет мне, на сколько они мне дадут дни в срочку, чтобы не ломали, не верю, чтобы я его сама сделал. А теперь сносят, люди потратили деньги, все это самое, вообще идиоты. Идиоты. Они говорят, что они не имеют права мне его снести. Но я его мушу забрати, потому что они это и ночью побили. Мою ночью могут спалить, и я его мушу забирать. Идиоты. 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 Идиоты.